Привет! Сегодня буду рассказывать о довольно странном опыте. Для меня это вязание из проволоки. Проволоки для бисероплетения. Офигеть, там наш большой паук сожрал какую-то насекомую. Простите. Вязание из проволоки. Как вообще это возникло в моей голове? Почему я докатилась до такого? Потому что это возникло не в моей голове. Это придумали девочки, которые организовали вязальный чемпионат ШУМ. И связать аксессуары с проволоки это как раз таки задание для отборочного этапа. Естественно, когда я решила участвовать, хотя я очень долго сомневалась, стоит ли участвовать, потому что я очень болезненно отношусь к чужой критике, совершенно не умею воспринимать критику. Но решила все-таки попробовать. И вот публикуют задание для отборочного этапа. Я его невнимательно читаю. И я решила, что нужно связать. Ну, точнее, не то, что связать, а сделать аксессуар из проволоки. В моем воображении проволока это вот такая толстая, миллиметровая. Ой. Сейчас я попробую ее открыть. Ну, короче, вот такая. Я ее использую для блокировки палантинов, чтобы был прямой край. И она как бы, ну, нифига не легко гнется. То есть я ее даже не могу выпрямить нормально, чтобы она была нормальной. Пару раз я из нее делала такие небольшие подарочки, просто аккордом связанные. И внутри для каркаса вставлена проволока. Я очень задолбалась, пока делала эти, ну, каркас. Потому что, ну, очень сложно все это делается. В общем, прочитала задание, расстроилась. Думаю, ну все, не буду участвовать. Не задалось. Но потом прочитала внимательнее, поняла, что проволока бывает вообще-то разная. Бывает тоненькая, с которой вязать очень легко. Посмотрела примеры, поняла, что все не так плохо. И двинула в магазин. Первый магазин на моем пути это оказался Леонардо. Там я купила две катушки проволоки гамма. Толщиной 0,2 миллиметра. Проволока для бисероплетения медная. И та, это цвет черный и серебристый. Я хотела цвет графитовый, такой серенький, темный. Такого не было. Ну, думаю, ну ладно, возьму самое близкое к нему. Посветлее и потемнее. Купила, начала пробовать. Практически сразу в моем воображении возникла картинка, что нужно вязать именно тунисским вязанием. Способом вязания. То есть ни спицами, ни крючком. У меня уже был опыт тунисского вязания галстков бабочек. И я подумала, что он должен отлично смотреться. Сразу практически я решила делать браслет с не таким... С изюминкой, так сказать. Но попробовала связать из черной чуть-чуть. Связала, поняла, что меня устраивает. Тут вот есть кусочки пробы. Вам, конечно, ничего не видно, но да и ладно. Ну, думаю, ладно, для приличия попробую спицами тоже связать. Спицами и крючком. Спицами мне показалось, ну, прям очень тырчатое, слабое. Ну, и такая сеточка. Мне не понравилось. Во-первых. Во-вторых, я не понимаю, как проволоку вязать спицами. Ее нереально подцепить. То есть мне повезло, что я покупала раньше для себя такие круговые крючки. Он здесь отрезан. Вот. А на самом деле у меня есть второй такой же. Просто я леску напополам разрезала по той причине, что мне... Ну, мне нужен был только один. И неудобно, когда там что-то болтается. И в итоге я вязала вот этими крючками. Второе вязала и как спицами ими вязала. Это во-первых. А во-вторых, я даже не стала пробовать вязать изнаночные петли. Потому что я почитала отзывы девочек, что это страдания. Поэтому я вязала, как учила Циммерман. Лево и слева направо. Справо налево и слева направо. Ну, то есть вместо изнаночных рядов я вязала слева направо. Я говорю, ну, да ничего, в принципе. Короче, я как Циммерман ненавидела, возненавидела изнаночные проволоки, петли из проволоки. Даже не попробовала их. Короче, спицами мне не понравилось. Попробовала крючком. Крючком вообще какая-то каша выходила. Что-то мне она не понравилась. Поэтому я спокойной душой вернулась к тунисскому вязанию. И уже начала делать браслет. Сначала он немного толстенький получился. И решила, ну, поняла, что надо толще, ой, тоньше для моих целей. Ну, примерно в два раза. И решила сменить цвет. Кстати, все мои пробные экземпляры были на черной проволоке. Потом я взяла серебристую. И оказалось, что это просто... Ей реально вяжешь как ниткой. Ну, она такая тоненькая. Она достаточно хорошо поддается, хорошо ложится. Ну, вообще никаких проблем. Черный все-таки не очень приятно вязать. Хотя они одинаковые толщины. Ну, просто... Обе медные. А одна нормальная, а вторая нет. И изделие из этой проволоки тоже как бы... Она такая более мягкая, податливая. Ему еще можно придать какую-то форму. А из черной, ну, она практически никак. То есть, там, из серой я могу там края подмять, еще что-то сделать. А из черной не могу. А в итоге взяла я серую проволоку. Связала браслет. Кстати, серая у нее какое-то напыление оказалось. У меня весь крючок был тут черный. И все руки были черные. От серой, ну, от серебристой проволоки. От черной все в порядке. Она мне потом почистила еще крючок, когда я села вязать тем же крючком из черной проволоки. Значит, что у меня получилось из серой проволоки? Из серой. Получилась такая штука. Она достаточно мягкая. Я решила, что она слишком светлая для моей идеи. И... А почему бы ее не покрасить? У меня тут акриловые красочки. Моих друзей, товарищей. Тури дизайн есть. Пылятся. Я периодически что-нибудь ими делаю. Как я однажды на варежках вот порисовала. Теперь на браслете из проволоки. Ну, что, не зря стоят, что ли. В общем, один раз я нанесла краску. Она тут между петельками в дырочках подзастряла. Ну, то есть... Ну, я даже не знаю, как это назвать. Но то есть она тут осталась. Нанесла один раз. Ну, так себе, конечно, это все выглядело. Фотографии у меня нет, к сожалению. Решила попробовать второй слой краски нанести. Терять уже нечего. В любом случае. Нанесла второй слой. И вообще нормально стало. Вот. Единственное, о чем я жалею, что, когда было без краски, браслет был достаточно податливый. И он очень легко надевался на руку. А с краской он стал более твердый. Ну, и так. Не очень приятно его надевать, конечно. Он надевается. Так вот. Сейчас я... Знаете, как на каблуках целый день ходишь, но вида не подаешь. Вот я так же его надеваю. Вот. Смотрится. Мне нравится, как он смотрится. Соединила я его швом петля в петлю. Той же проволочкой. То есть, когда я его красила, он был в разобранном состоянии. Так удобнее. Потом, когда уже окончательно высох, я его соединила. Но тут шовчик, на самом деле, немного виден. Сразу хочу сказать, что я халявно спрятала кончики. Потому что, когда я его фотографировала на улице, ну, и решила не снимать, а так в нем походить, потому что мне понравился он. Чего-то он мне понравился. Вот. И он мне немножечко зацеплял одежду пару раз. Решила снимать. Хотя вот сняла, и я опять не могу найти, где же он меня зацеплял. Пальцами не нащупывается, а где-то зацепляет. Так. Ну, в общем, сделала я один браслет. Я его сниму сейчас. Сниму, сниму. Сняла рука немного красная. Не обращайте. О, нашла, где зацепляется. Сделала. Но, думаю, не до конца он меня устраивает. Надо все-таки попробовать воплотить свою первоначальную идею. Моя первоначальная идея выглядит вот так. То есть тут такой кусочек пульса. Эта идея не новая. Она придумалась не для марафона. Этой идеей уже больше года. Единственное... Вот так вот это смотрится. Я сейчас тут закреплю. Вот так он смотрится. Идея пульса на изделии, которая проходит через запястье. Ну, где-то когда с Петропавловкой придумывала рисунок. Вот примерно тогда же возник в моей голове пульс. А тут совместилось с браслетом. Думаю, ну, вроде нормально. У меня как раз оставался маленький моточек красной махеровой ниточки. Он хорошо сюда зашел. Сначала хотела чуть-чуть побольше пульса, чтобы он тут был еще такой маленькой. Ну, казалось лишним. Пульс... Эту ниточку просто стежками. Ну, наверное, в сантиметр длиной. Она тут зацепляется за проволоку, но даже не видно, как она зацепляется. Проволока тоже тоненькая. Соединяла точно так же, швом петля в петлю. Вот, но этот гораздо легче снимается. Хотя он и шире, чем белый. Ну, он и тянется получше. И надевается удобнее. Хотя тут широковато. Не знаю. Не пробовала его носить на улице. Только дома для фотографий пробовала. Посмотрю, что тут выйдет. Все, в принципе. Здесь я тоже накосячила в черном браслете с кончиками. Ну, торчат. Не то, что торчат, а если надеть, то, ну, мне кажется, можно зацепиться. Вот он, кстати, даже увидит. Я вообще не знаю, что с ним сделать. Если я его сейчас под корень отрежу, то вообще все это будет держаться или нет? Или он распустится еще чуть-чуть и будет торчать в другом месте? Тут, конечно, сложный момент. Может быть, пора открыть YouTube и посмотреть, как поступают знающие люди. Но это, опять-таки, для слабаков. В принципе, все. Такое вязание из проволоки. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok